Девочки, всем привет! Опять сегодня все в моей ванне. Я вас приглашаю, вернее, хочу показать, как крашусь я в домашних условиях. Но перед тем, как я буду это показывать, я хочу вас предупредить, что не каждый сможет это сделать. И больше это видео предназначено для людей, которые имеют какой-то навык, какой-то опыт, либо самостоятельно, либо они обучались, либо они до сих пор работают в этой области. То есть я не призываю вас самостоятельно, если вы ни разу это не делали, пойти и сделайте. Потому что, честно, можно напордачить, и это сложно, и можно сжечь волосы, и ни к чему это не приведет. Ну и к тому же лучше каждый должен быть на своем месте, исполнять свою работу. Это мое сугубо личное мнение. И не отнимайте, как говорится, хлеб у мастеров, которые могут вас сделать красиво, качественно, ну и так далее. Что я могу посоветовать, это просто найти свои руки, найти своего мастера, ну, за ту денежку, которая вас устроит. Потому что сегодня ценовой диапазон очень велик, от А до Я. И уровень парикмахерских салонов тоже очень большой. Поэтому, как бы, пожалуйста, это возможно все найти и сделать. Сегодня я хочу показать, как я это делаю. Это не сложное окрашивание. Это окрашивание в один тон. Это блондирование. То есть, я блондинка. Я специально не мыла волосы. Сколько? Два дня. Сегодня третий день. Сегодня бы должна была их мыть. Но специально их не мыла для того, чтобы наша кожа головы не была сожжена, но чтобы, как бы, была защита. Кто понимает, о чем я говорю, они знают. Это не урок технический, как правильно все делать. Это просто я показываю, как я это делаю в домашних условиях. Значит, в один тон мы красимся. У нас окрашивание идет из двух этапов. Первый этап – это осветление, потому что отрос корень. И второй этап – это тонирование, да, тонировка. Но сначала хочу рассказать, что мне для этого нужно. Ну, значит, по поводу инструментов. Две вот такие вот у меня мисочки, где я буду размешивать краситель. Вот такой вот хвостик у меня, которым я буду отделять прядки, потому что окрашивание идет попрядное. Куча зажимов, соответственно, потому что зажимчики нам нужно. Обязательно, обязательно защита на руки – это перчатки. Дальше. Две кисточки у меня есть. Такая вот и такая вот. В зависимости я уже по ходу дела понимаю, какой мне легче, что прорабатывать и делать. Дальше. Сам краситель. У меня идет краситель Vela. Это Blondor Soft Blonde. Это мягкий, хороший осветлитель. Осветляет до 7 тонн, кажется. Да, до 7. Значит, он немного вот здесь. 200 миллилитров, ну, для домашнего условия достаточно долго хватает. Значит, осветляет, будут осветлять корни и чуть-чуть разрыхляет, так сказать, по длине, потому что, чтобы была по блондинсти. Корни с 6% буду смешивать. Ну, я это все вещи показывала вам в покупочках. Также у меня есть две краски и полуторапроцентный окислитель. Две краски. Это уже второй этап. Это я после покажу. Еще у меня есть вот такое вот масло. Масло органное. Испанское очень классное. Ну, я не знаю, найдете ли вы вообще в продаже где-либо. Оно мне попало просто случайно чудом. Я его экономлю. Я его всегда добавляю в осветляющий краситель или просто в краску. Смягчает волосы и увлажняет, защищает. Как бы, почему бы и нет. Значит, вроде бы все показалось, что это нужно. Обязательно одевайте старые, ненужные какие-то вещи, чтобы не запачкаться, потому что укутывать я себя не буду. Вот я чисто футболку старую одела и все. Итак, девочки, смотрите. Я разделила голову на 4 зоны. То есть у меня идут две зоны затылочные, показываю. И две зоны как бы здесь теменные с височными совместно. Я досконально, четко, редки не отделяю. Почему? Потому что мне это уже не надо. Я не новичок в этом деле. Еще раз повторюсь, кто не знает, кто, может быть, смотрит первый раз. Я 20 лет проработала в этой области. По образованию я парикмахер-модельер. И, соответственно, как бы в большей степени в последнее время сильно не практикую. Но на своих там где-то, ну, больше, может быть, даже обучаю. Получаю. Значит, смотрите. Значит, отделила на 4 зоны. Что самое главное? Я начинаю и вообще всем рекомендую начинать затылочные зоны. То есть одну зону вы проработали, перешли на вторую. Проработали и потом уже переходите вперед на височные. Почему? Потому что там температура меньше у нас. Конечно, у всех все индивидуально. Но зачастую, в основном, здесь даже, если смотреть на натуральный волос, он даже где-то темнее, чем вот в этих областях. И температура меньше, чем на теменной и височной зоны. И теменная и височная зона, она более хрупкая, и ее больше нужно беречь. Поэтому, как по количеству волос, по объему, да, на затылочной зоне, как мы знаем, у нас всегда очень много волос. И со временем, как бы, вот здесь вот больше там нехватка происходит, если прослеживать этот момент. Значит, начинаем с затылочной зоны. И даже если там больше времени будет выдержка с краской, ничего страшного не будет, чтобы равномерно она все прокрасилась. И мы получили тот уровень осветления, который я задала себе. Потому что я уже знаю, какой мне нужен уровень осветления, чтобы потом протонировать, и чтобы получился хороший такой... Ну, увидите результат, какой я хочу оттенок. Он называется Сандра. Он такой, не то что жемчужный, он холодный, холодный такой вот владинистый цвет. Итак, девочки, смотрите, я, значит, специально не поленилась, пошла, на весы поставила. Значит, где-то один к полтора я развела краситель. То есть, одна часть это вот этого красителя, и полторая часть оксида на 6%. Это у нас идет для корней. Но я посмотрю. Кстати, оксид достаточно вкусно пахнет, и очень мягко чувствуется, когда размешиваешь. Добавила туда еще органового масла для защиты. И вот такой вот сметанки, видите, она у меня как бы не жидкая и не густая, да? То есть, она не текет. Без комочка, без всего хорошо перемешиваем. Для такой сметанки вот я размешала, и вот у меня есть, что есть-то получилось. Оделала уже перчаточки. И еще вот есть такие вот бумажные полотенца. Имейте в виду, они очень тоже могут пригодиться одноразовые в процессе работы. Где-то что-то вытереть, где-то что-то там. Ну, как бы имейте в виду всегда, чтобы были. Итак, все. Я затылочную зону сделаю и к вам вернусь, когда буду делать уже вот здесь вот впереди, чтобы было вам лучше все просмотреть. Ну что, девчонки, вот я уже сзади все покрасила и практически спереди. Почему вот не могу снимать на камеру? Потому что надо работать все быстро. Вот немножко дубоко хочу вам показать, да? Практически уже все сделала. Значит, вот у меня какой корень отрос. Вот он, видите, мой корень. И плюс вот это вот, дальше волос, вот он, да? Мне он цвет не устраивает. Я хочу уровень осветления быть выше, соответственно, чтобы получился тот результат, тот оттенок, который я хочу. Еще раз повторюсь, что если вы ни разу этого не делали, лучше не делать, потому что работа должна быть быстрая, чтобы не сжечь волосы. Вот так вот чуть-чуть прочесываю волосы. Волосы у меня прочесываются очень хорошо, так как все на масляной основе. То есть у меня получается масло добавляю, сам краситель на масляной основе, поэтому все хорошо. Ну вот, смотрите, и дальше, начиная с корня, хотела немножко корешок не задевать, но самостоятельно это достаточно тяжело делать, потому что, если бы кто-то вам делал, то, конечно, я бы, может быть, по-другому бы поступила бы. Но когда ты делаешь сам себе, сам себе хозяин, как говорится, поэтому, соответственно, и делаешь вот так вот, потому что работать нужно быстренько. Ой, что-то запутался. Так, сейчас осталось прям пару прядочек. У меня волос прямой, и он впитывает очень много красителя. Кстати, не сказала сразу, что у меня седьмой уровень волоса, мой натуральный. Я хочу быть светлее, где-то десятый, даже, может быть, еще светлее. Главное, это быстро все сделать и подобрать правильный краситель, потому что, если у вас краситель подобран достаточно жесткий или достаточно грубый, который сжигает волос, вы можете, если у вас есть возможность, использовать лаплекс. Это вообще круто. Ну, в том плане, что вы не сожгете волос при осветлении. Просто краситься краской я не могу, не хочу и не буду. Здесь даже самой краской можно 12-м рядом взять. Немножко вот так вот эмулигирую. Я не задеваю сильно концы, как вы заметили. Концы я оставляю некрашенными. У меня проблема в том, что у меня отрез корень, и у меня проблема вот с этим вот участком, где-то вот так вот у меня. Здесь неравномерно прокрашено, потому что я в свое время достаточно и темненько красилась. Ну, то есть, были у меня там окрашивания. Вот эти вот сложные амбре и все остальное. Все это надоело в один прекрасный момент. Эмулирование я делала. Сейчас просто я крашусь в один цвет. Но чтобы получить красивый оттенок, приходится осветляться, потому что просто так вы не получите красивый оттенок. Конечно, можно осветляться за счет краски 12-го ряда. Но вы знаете, я не вижу в этом какой-то смысл, потому что, честно говоря, можно краской сжечь волос, и они не там блондором только. Нет, конечно. Тем более блондор я подбираю очень-очень мягкий. Очень мягкий. Вот вы не представляете, какой он мягкий. Он постепенно, мягко осветляет волос. То есть, нет такого, что у вас голова не жгет, ничего там нету. Но если, конечно, у вас есть какие-то ранки, может быть. Ну, в принципе, вот мы все подошли к концу. Я уже сзади, когда окрашивала, засекла время, потому что обязательно нужно понимать... Сзади я закончила, я понимаю, ага, вот столько-то времени. Сейчас я закончила. Я засекаю время. Сколько время? 28. Вот, 28. Все, я засекла время, и я сколько сижу? Я не могу сказать. Я смотрю на степень осветления. Ну, приблизительно, сейчас в данный момент я просижу 20 минут и посмотрю, что у меня получается. Буду смотреть уже вот последний мой участок. 20 минут и там смывать, не смывать, либо еще 10 минут посижу. Ну, 15-20 минут это минимум. Самое главное, что в данный момент, пока вы сидите, чтобы не было у вас в квартире холодно, или вы открываете форточку, у вас должна быть реакция. Она не должна останавливаться, она должна прогрессировать. Даже можете чаю горячее выпить. Почему бы и нет? Ну, все. Значит, когда сейчас смою голову, будем делать второй этап окрашивания. Ну, девочки, вот я смыла голову. Смотрите, какой белый. Видите? Сейчас немножко я таком чулпане. Хочу показать вот эти мыло-шампунь. Уже второй раз показываю. Девчонки, вообще, что-то прям... Я вообще от него в шоке. Но в том плане, то, что очень мне сильно нравится. Потому что... Ну, не ожидала я. Вы знаете, с первого раза не надо много расходовать шампуня. Быстро вспенивается, быстро мылится. Всё промывает. Прям меня он шокирует. Как бы он и стал моим фаворитом. Ну, короче, вот этот шампунь прям рекомендую попробовать. И вкусно пахнет, и в то же время как бы промывает. И походила с масочкой. Тоже рекомендую, да, когда вы делаете в два этапа вот такое вот окрашивание, то есть с первого этапа обязательно, ну, как бы, 3-5 минут сделайте маску. Я сделала вот такую маску. Я её хочу быстрее добить и в пустые баночки выкинуть. Об ней расскажу всё в пустых баночках. Вот такую вот масочку я сделала, подержала... Сколько там? Ну, минут 5 я подержала. Она достаточно жирная. Вот для меня, лично, лично для меня она жирная. Поэтому как бы вот в процессе окрашивания она очень классная. Но если в процессе ежедневных... Не ежедневных, там, когда моешь голову, не очень она мне понравилась. Ну, в пустых баночках расскажу. И ещё такой момент. Сейчас намочилась, видите, как... Сейчас немножко просушу феном и вернусь к вам. И будем дальше мы с вами делать второй этап окрашивания. Уже тонировка. Окрасилась очень классно, мягко. Болосы вообще не потерялись. Я имею в виду в количестве. Цвет-уровень такой, какой мне надо. То есть вы видите сами, то есть какой вот он вообще вот здесь вот прям белый-белый. Естественно, есть определённый лёгкий жёлтый пигмент. Но это понятно. Я не выбеливаю до бела. У корней он чуть светлее, потому что у корней температура больше. Естественно, светлее получается. Ну, теперь мы блондинки. Йоху! И теперь будет всё классно. У меня прямые волосы. Для пористых волос, оговорюсь, значит, всё индивидуально. Для пористых волос нужна другая техника, другое время выдержки. С пористыми волосами, с волнистыми волосами, это считается пористыми уже, нужно быть очень-очень осторожным. Мой волос, он прямой. Вот он прямой. И он достаточно, чтобы его там сжечь, ну, конечно, его можно сжечь. Мне его сжигали. Но, вы знаете, я больше быстрее там красками на 12 уровне сожгу, чем нежели вот таким вот, как сказать, с лёгким блондором. Ну, всё, девочки, вот я помыла, посушила. Представляете, какой блонд? Вот обычной краской, которая на 12 ряду, вот такой чистоты блонда, вот такого уровня, не получится. Я не досушила, они у меня полувлажные. Очень всё хорошо, то есть никакого повреждения, никаких-то там, ну, то, что повреждения, я имею в виду, что сожжение, ничего нету. Вот видите, да, какой волос. Всё, и сзади то же самое. То есть, пожалуйста. На концах она чуть потемнее, потому что, во-первых, мокрая, во-вторых, тут прошлая тонировка, то есть я всю голову не красила, концы я не красила. Сейчас я протонируюсь, и она всё сравняется. Девочки обратно разделила на четыре зоны. Так же всё, первая прядка. Технически всё то же самое. Так, сзади показываю вам, да? Я вообще просто взглянула, как чисто получился блонд. Ещё раз скажу, прям мне самой нравится. Так, развела смесь, вот такая вот смесь. Что я сделала? Давайте допьемся результата, потом скажу про порции, как я это соединила. Посмотрим. И обязательно добавляю вот это вот моё масло, уже тоже как бы рассказала. Вообще любое масло, которое вы пользуетесь, масло отбавалось, я имею в виду, добавляйте, потому что, чтобы вам было, это даёт блеск, это даёт защиту, это даёт увлажнение, ну и так далее. Ну, девочки, давайте смотреть результат, то, что у нас получилось. Я очень-очень довольна то, что у меня получилось, то, что я и хотела. Вот смотрите, если камера передаст, правильно оттенок, я сейчас смотрю на себя в зеркало, мне очень нравится. Сейчас, конечно, всё смотрится интенсивнее, и дело в том, что я смешала два цвета. Сейчас всё по порядку расскажу. И поэтому он интенсивнее смотрится такой серебристый. Каждый раз он будет подсмываться, но вот эта желтизна, она, пигмин желтизна, она не вылезет, и будет уже потом такой полупрозрачный, перламутровый, но блондинистый, то есть блондинка. Если смотреть вот прядку, что самое главное, надо добиваться, да, от корня и по всему полотну, видите, вот по всему волосу, длине волос, идёт чистый блондинистый цвет, да. Ну, естественно, у нас есть либо в тёплом направлении, либо в нейтральном, либо в холодном. Я в холодном направлении всегда делаю, мне это нравится, и этот цвет я очень-очень-очень люблю. Сейчас немножко поинтенсивнее, я специально так сделала, потому что я смешала две красочки. И когда она будет подсмываться, я этого не боюсь, у меня есть вот такой вот шампунь, профессиональная линейка марки Шварцкоп, Сильвер, и я поддерживаю этим шампунем. Раз в неделю я мою этим шампунем, помимо общего шампуня, но обычного, я мою этим шампунем, и он такой полупрозрачный, даёт эффект, как сказать, неинтенсивный, сиреневый, серый, он такой, вы знаете, прям слегонца-слегонца холодный оттенок даёт, но мне очень нравится, как он даёт эффект, и я только что не пробовала, вот этот мне очень нравится. Сам результат, я, сам результатом я довольна, здесь, конечно, на корнях потемнее, вот я могу на свет прям показать вам, да, вот такой вот результат, такой вот. Ну, мне очень нравится, и, во-первых, стало посветлее, я была темнее, и больше тёплого, чем нежели холодного. В холодном плане мне нравится больше, потому что я холодный цветотип. Вот. Значит, сколько у меня ушло краски? На тонировку у меня ушёл ровно тюбик 60 грамм, но эти 60 грамм составляли 40 грамм краситель 9.1 Шварцкоп, и 20 грамм составляла краситель 8.1 тоже Шварцкоп. И за 8.1 поэтому и получилось немножко такой вот он интенсивно пепельный. я так и хотела специально. Когда кратишь просто 9.1, он получается вообще полупрозрачный. Я немножко усилила интенсивность, специально для этого и купила 8.1. Значит, получается 40 плюс 20, и того получается 60 красителя, и плюс две части, то есть 120 миллилитров оксида полтора процента. Один к двум у нас получается. Это то, что касается тонировки, да, то есть и корни хорошо закрасились, и всё остальное, и по всей длине. Вот видите, вся у меня длина, длина мне достаточно как бы не короткая, и всё, и волосы у нас получается, вот даже вот взять, допустим, вот смотрите, волосы у нас, то есть желтизны никакой нету, ничего нету, всё за, как сказать, желтизна перекрыта, то есть ничего нету. А волосы в хорошем состоянии, никакой нету, ни обожжённости, ни сечённости, ничего более того подобного. Ну, это всё, на этом я с вами буду прощаться, если есть какие-то вопросы, можете писать в комментариях под этим видео, если вам понравилось это видео, не забывайте пальчики ставить сверху, если, может быть, какие-то пожелания, отзывы, также пишите. Всего хорошего, берегите друг друга, и до новых встреч!